Всем привет! Всем привет! Сегодня понедельник, 7 число, и мы с Дашей по-прежнему сидим дома. Даша с меня издевается немножко, посмеивается, шутит. Сейчас объясню почему. Короче, вчера мы с ней смотрим фильм, короче, и она сидит и кушает, ну, мультфильм про... Да, про мышонку. Фильм про мышонка. Да, и мы не досмотрели. Ну, не важно. Короче, и она кушает палочки молочные. Но эти палочки стояли на столе, они уже были открыты, но она аж решила их доесть. Но я такая смотрю на нее, и мне так захотелось сладкого, дай попробуй. Короче, пробую эту палочку, и я не чувствую вкуса ее. Вы бы видели мою реакцию. Но реально мне немного стало стремно, что, блин, как это я не чувствую вкуса. Ну, нос забит, ну, понятное дело. Я начала брать духи, пшикать, нюхать. Короче, я не знаю, чуть ли те духи уже не лизала. Ну, в общем, все нормально, запахи слышу. Сегодня я кушала борщ с луком. Очень хорошо все, все вкусовые качества у меня работают. Температуры нету, ну, пузырьки с носа, конечно, есть. Но тут не без этого. Поэтому сидим мы дальше дома, никуда мы не ходим, чтобы никого больше не заражать. Да. Ну, и Даша, понятное дело, что тоже в школу пока мисс не идет. Потому что если я, ну, болею... Кстати, у Дашки даже нет уже насморка. Я не знаю. Почти. Почти, да. Так, что еще хотела сказать. Вчера я проводила прямой эфир. Мне так понравилось. Ну, я такой лол. Ну, просто это что-то. Короче, я сохранила это видео. Оно уже было в Ютубе. И тут смотрю на телефон. У меня как-то этот прямой эфир. Ну, я же с телефона его проводила. Получается, типа, два видео. Ну, два одинаковых. Два эфира. Думаю, блин, а как это так? Это же все видят одно видео, и тут еще второе видео. Зачем мне два? И я нажимаю удалить. Удалила весь эфир. Все, что я с вами разговаривала. О чем на какие вопросы отвечала. Все полностью удалилось. Ну, удалилось-то. Конечно, я расстроилась. Ну, что тут уже скажешь. Еще один. Поэтому я назначила сегодня вам встречу на 4 часа. Главное, я не провтыкать время. Да, что время. Следим за временем. Вот. Сейчас у нас 3 часа. Короче, через час. Я еще успею сейчас выложить это в видео, что я сейчас с вами снимаю. И потом приду к вам на прямой эфир. Так что заготавливайте свои вопросики. И буду рада-рада очень вам ответить. Ответить. Да. Так, что еще хотела показать? Я вчера еще обещала, что покажу вам, какую Даша сделала библиотеку. Да, она офигенная. Мне самая она нравится. Пойдемте, посмотрим. Там просто книжек немножко. Мало книжек? Ничего. На квартире там очень много. Поедем, заберем. Да, точно. Ну, не знаю, когда поедем, поедем. Наверное, мы туда не скоро. А еще я пошла на улицу. Вышла, короче, заводить машину. Фух. Это, конечно, что-то. На бензине она заводится и она едет. Но на бензине очень дорого ездить. И у меня там бензина чисто так, чтобы ее прогреть. А на газу она не хочет. Ее надо, видимо, говорил мне Женька, ну, типа, подсказывал, что надо как-то там ее переключить, перевести, что ли. Ну, в общем, что-то там есть дело, чтобы она ездила на газу. Поэтому мы не выездные, не выходные, так и сидим дома. Вот. Вот и все. Сидим. Да. Боже, как я хочу Новый год. Ну, в смысле, не Новый год, а я хочу уже гирлянды, я хочу елку. А я хочу снега. Я уже думала, где поставить елку. Короче, вот видите ж, да, ну, где тут поставить. В том году стояла она вот здесь, в этом углу. Стояла елка. В этом году я планирую ее вот здесь поставить. Кресло я переставлю туда к входу. В домик. В домик. Маме. Да. Ну, в общем, вот здесь будет стоять елка. Хочу вот здесь поставить елку. Как вы думаете? Прикольно же будет вот здесь поставить елку. Здесь будем спать и елка. И вообще, я уже хочу гирлянды, и уже хочу все цеплять. Ну, для этого надо, чтобы приехал еще Костя с его двухметровым ростом. Он рукой махнет, и все гирлянды будут висеть. Ага. Так, все, подали в Дашину библиотеку. Вы посмотрите, как это мило. Сонное царство. Так вот эти вот кошары, они же ночью не дают спать. Они просто ночью не дают мне спать. Я вам говорю. А теперь мне хочется так подойти и сказать. Не спи. Не спи. Вставай. Просыпайся. Не спи. Бину, просыпайся. Фрося, не надо спать. Даша, я котов бужу. Они же мне не давали спать ночью. Да ладно, не надо, пойдем уже показывать твою библиотеку. Они-то не дают ночью спать. Ох ужешь. Только что увидела Лену, она зашла во времянку, и она с рюкзачком. А когда Лена с рюкзачком, тогда значит она куда-то едет. И хочу спросить, если она едет в магазин, то попросить, чтобы она нам купила заодно и хлеба. А вот и она, наконец-то вышла. Я тебя дождалась. Ты куда-то едешь? Судя по тому, что ты с рюкзачком. А ты в магазин будешь заезжать? Видишь, как я красиво хожу. Так какой мне магазин? Нет. Я думала, что я буду лежать весь день. А он сказал, приедь, потому что мне УЗИ неинформативно. Мне надо тебя посмотреть. Я думала, если будешь в магазине вдруг, то хлеба купишь. Если Костя будет. Костя, если ты будешь. Нарезной батон. Спасибо. А еще, если ты будешь в аптеке, то может купишь мне вот такое? Хорошо, напиши в Вайбере. Только я точно нигде не буду, разве что Костя. Хорошо. Хорошо, моя ты кисточка. Ну, показывай. А вот моя идиотека. Три книжки в два ряда. Вот здесь вот у меня всякие приводы, такие полезные штуки. Вот здесь у меня приводы. И такие не сильно приводы. Вот здесь у меня приводы, да? Я писаю свинь, всякие Украина, адрес мира, горы. Вот здесь у меня для всяких моих штучек. Каких штучек? Ну, если я захочу что-то сделать. Тысяча советов для девочек, смотрю. Да. А то что? И тут правила жителя. Прикольная книга, я ее читаю. Окей. А это... Энциклопедия маленьких принцесс, понятно. Нет, маленькая принцесса, но... У меня есть еще... Такие книжки понадобятся Алисе. Вот это энциклопедия маленьких принцесс. И, по-моему, тетя Лена эту книжку давала, да? И вот энциклопедия для юных леди. Ну, я еще... Да, это Лена давала эти книжки тебе. Мне еще, думаю, она... Еще будешь читать? Не, ну, Алиса еще по каместь не читает. По каместь. Но это дело времени. Вот это может быть. Но она такая себе. Это я еще с детства. Хорошие манеры. Она очень известна. Классная, да? Она офигенная. Это моя самая любимая была книжка. Ну, давай дальше что там у тебя. Хорошие манеры для маленьких непосед. Вот здесь у меня такие комиксы, математика, англинская, куточек маленький. Англинская, две книжечки. Очень маленький куточек, слушай. Вот у меня еще, типа, привод, ты тоже. Ну, понятно. Хороших, вот это у тебя Лена добавила. Вот это вроде, я не помню. Но вот эти две книги точно. Я их не дочитала. Вот здесь еще... Она тебе так давно их давала, ты до сих пор их не прочла? Ну, такое себе, может, не помню. Понятно. Вот еще для природы, про природу. Но она сегодня не помещается. Я уже пробовала оставить. Вот это твой котик. Все? Вот это мое. Это, типа, для девочек тоже. Все? Вся библиотека? Вроде да. Надо еще будет позабирать мои книги. Внизу там что-то. Внизу что? Ой, там такая красота. Тут всякие развивашки. Были тут у меня, как они, радусы. Но я не знаю. Кроссворды, да, мы забрали. Я, короче, люблю очень кроссворды. Мама собрала свои пасу, да, я свою. Да. Тут тоже, типа, как математика. Вот. Угу. Ну все, закрывай. Тут разрисовки. Не, я еще не все показала. Давай там... Нет, ну, просто... Это простарый... Не поняла. А ну, стоять. Это простарый класс, такие альбомы. Ой, я когда перебирала, я нашла эти альбомы. Мне так было их прикольно смотреть. Так весь мой класс. Это какой класс? За четвертый, да? А, да, вот. Четвертый класс. Да. Тут все мои одноклассники прям. А ну. Ой. Вот Даша. Такая. Да, я сначала посмотрю. Это учительница Дашина, это Дашин класс. Вот она здесь стоит. И вот Дашка. Ой. И вот. И вот. И вот. Красивая форма. Вы знаете, ребята, мне так нравилась форма именно курсанта. Вот еще я, мой любимый шерфик. Прикольно. Мне очень нравилась форма курсанта. Мне нравится просматривать вот это за старый класс. Вот. Ну понятно. Вспоминать. Вспоминания прям такие, как класс. Эх, да. Мне очень нравится. Белая рубашка, галстук, погоны. Оно так выглядело, ну, прям очень-очень круто. Разрисовочка. А тут маска. Господи. Ну, я там, ой. Там еще мночку можно просрисовывать. Так, дальше. Тут зошиты. Тут у меня там всякие штуки. Тетрадки. Да. Тут у меня атласы за 10 класс. Это мне вот давали. Это Катюша давала. В общем, понятно все с тобой. Я давно уже в эту комнату не заходила. Вообще в этой комнате не живем. Представляете? Да, Дашка? Да. Вообще никто не спит, никто. Перебрались туда. И все. Стоит пустая. Без дела. Скажем так. Ну, может, тут какой-то куточек сделать? Вентилятор одинокий. И все. Не знаю, может быть. Ну, какой тут куточек сделать? Я не знаю. Ну, смотри, тут можно что-то сделать для котов. Накупить им всякими игрушками. Да, здрасте. У меня есть хорошая идея. Можно им на Новый год. У меня же... Ой, все. Ну тебя своими идеями. Я, короче, сделаю подарки. Я всегда запрячу все их подарки. Надо выиграть. Ну, ага. У Краши эту комнату спать. Да ты думаешь, что они будут жить здесь? Если мы в этой комнате, Даша, не будем, то и коты здесь не будут. Они же возле людей. Нет. Не дают за ночью спать почему-то. Они же не в этой комнате ночью сидят, правильно? А именно бегают там, где, блин, я сплю. Ну, нереально выспаться просто. Ну, видишь, мам, там, где мы, там, я... В общем, пошла пока до эфира. У меня еще есть час. За этот часик я сейчас сделаю вот это вот видео для вас. И отварю макарошки. И сделаю для Даши от Гирбана. Ты уже проголодалась? Нет. Ты что, не готовить? Не будешь кушать? Чуть-чуть попозже, как обычно. Ну, вот сейчас сделаю видео. И пока будет оно там кодироваться, то я приготовлю папу кушать. Так что, пойдемте.